Добрый день, уважаемые коллеги. Хорошо меня слышно? Хорошо слышно. Отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за счастье, приглашенные за мир, ахмедовна коллегия. На самом деле, все темы, которые мы обсуждали, вернее, обсуждали пришедшие спикеры, они, и моя тоже, они связаны между собой. И агрессия пациента, и болевой синдром, я попытаюсь даже это увязать, без презентации, и одна маленькая ремарка. Если у участников вебинара будут какие-то вопросы, даже в ходе моего сообщения, вы можете написать их в чате, для того, чтобы сразу прояснить очень важный момент. Так вот, по поводу суицидов у пациентов. Всегда неплохо использовать опыт, который уже существует в отечественной или мировой практике. И вот я, готовясь к сегодняшнему вебинару, вспомнила, что для того, чтобы это было неформально, что произошло, например, в Швеции. В Швеции самый высокий уровень суицида был на Готланде. Там всего 60 тысяч населений, там практически нет иммигрантов. А скандинавы, как и финалугры, и балты, вообще они самая суицидоопасная группа на планете вообще. То есть есть этнические особенности. Что они сделали, чтобы снизить уровень суицидов? Им это удалось сделать за несколько лет. Это не памятки, это не буклеты, это, хотя там очень хорошее психообразование, от человека к человеку. То есть когда воспитатели детских садов, врачи общей практики, педагоги и так далее, могли увидеть эти первые предвестники суицидального поведения и выработать определенный алгоритм, как это погасить. Вот в онкологии происходит примерно та же ситуация. Здесь большое значение имеет действительно образование персонала. Медицинские сестры могут быть блестящими помощниками. И самое главное, если ты точно себе представляешь какие-то моменты, это не будет требовать какого-то специального особого времени. Нужно представлять себе факторы риска. Что такое, какие факторы риска, какие составляющие суицида? Это очень комплексное образование. Во-первых, представить себе, что там есть естественно эмоциональный компонент, есть экзистенциальная проблематика личности. И вот первый доклад, который касался конфликта, обычно сообщение диагноза. И сообщение диагноза неблагоприятного прогноза и так далее. Почему нередко онкологи, вот я много с онкологами общаюсь, говорят, вот адресивный пациент, да весь мир переворачивается. У него вся картина мира рушится. И если вспомнить Кюблер-Рос, настольная книга онкологов, я в этом уверена, мы вспоминаем эти этапы о Элизабете Кюблер-Росе. То есть от мгновенного отрицания до гнева, который проявляется, агрессия, которая обязательно сменится депрессией. Иногда это происходит во время одного буквально амбулаторного приема. И что такое депрессивная симптоматика тревожная? И для онкологических пациентов, и для пациентов вообще в популяции тревога будет спорным симптомом суицидия. Потому что тревога растормаживает моторные функции. Это прежде всего волевой акт, его еще нужно совершить. Депрессия тяжелая, допустим, с агиномией. Человек может испытывать суицидальные мысли, но он может не суметь их реализовать. А тревога всегда как бы важный момент, поэтому на тревогу нужно обращать внимание. Тревога – это обращенность к чему. Это всегда тревога направлена в будущее. Будущее катастрофичное, будущее кошмарное. Будущее как бы видится, а еще при наличии наших стереотипов, как бы незначимости, страшного прогноза и так далее. Вот, то есть, поэтому выявить мысли, допустим, о будущем, вот первая реакция – это тревога. И тревога очень часто оборачивается агрессией. То есть, как бы, вообще тревожные иногда говорят, ну какая же это тревога, это там агрессия. Это, как бы, происходит некий поворот. Вот, то есть, на кого направляется агрессия? На более слабого и беззащитного. То есть, идет, как бы, внешний такой, как бы, выбрать на кого. Первым оказывается черный вестник, врач, допустим, медицинский персонал. Поэтому сообщение о диагнозе – это очень такой, как бы, важный момент. У меня, в практике, был случай, когда мать или пациент сообщили диагноз на лестнице. То есть, даже не пригласил в кабинет. Вот, и она смирилась со смертью, но не могла пережить этот эпизод. Это не делается наступ. Я потом еще по поводу контактов отдельно скажу. То есть, прежде всего, это тревога. Депрессия. Что происходит еще при депрессии? Вот, Алла Алексеевна рассказывала о применении, допустим, там, антидепрессантов для оккупирования болевого синдрома. Совершенно верно, потому что, если принять все-таки организм как нечто целостное, депрессия будет снижать уровень, как бы, в рецепропных отношениях находятся такие нейротрансмиттеры, как серотонин, и уровень гомоглобурина. При депрессии всегда снижается уровень гомоглобурина. И здесь возникает несколько таких порочных замкнутых расходов. Опять же, о боли. Как бы, боль усиливает спазм, спазм усиливает боль, боль, как бы, очень многокомпонентный, сложный феномен. Но что возникает всегда при суицидоапасном состоянии? Психология. Психология – это непереносимая душевная боль. Она сочетается вместе с тревогой. И если представить себе болевой синдром, боль соматическую, и психологию, как боль душевную, когда они начинают резонировать, возникает то, что чаще возникает действительно у онкопациентов, а не у пациентов популяции суицидентов. Вот этот резонанс психологии и физической боли приводит к так называемым суицидам избеганиям. Что такое суицид избегания? Это когда человек совершает суицидальную попытку, чаще всего завершённую, особенно с возрастом повышается количество этих завершённых суицидов, совершает суицидальную попытку, которая как бы избавляет его от ещё более страшной участи. Приведу пример слова Диогена Лаэртского, по крайней мере, ему приписывают. Он говорил, это напоминает корабль, терпящий кораблекрушение. Многие моряки прыгают в кучину вод, бросаются ещё до того, как корабль потонул. Потому что вот это вот ожидание ужасной гибели, оно страшнее, знаете, умирание страшнее смерти. И поэтому как бы вот суицид, избегание, прервать эти мучения, прекратить их, особенно при психологии. Поэтому лечение болевых синдромов, конечно, является необычайно актуальным. Далее, когда мы говорим, то есть и депрессия, и тревога, а чаще всего там тревожные депрессии, и то, что вот как бы компонент боя, это такой как бы нейропатической, когда возникают сеностопатии, то есть это крайне неприятные ощущения, нередко сочетанные с депрессией, с ипохондрией, то есть крайне неприятные ощущения в теле. У меня была пациентка, которая сказала совершенно потрясающую фразу. Она говорит так, у меня ощущение, что мои эритроциты изнутри царапают капилляр. То есть вот это вот, как бы вот эти вот ощущения. У них очень нетворичная речь, потому что они пытаются быть понятными. Это только касаемо, допустим, эмоционального состояния. Тяжелый диагноз и мысли о суициде возникают и в ситуации, естественно, такого как бы экзистенциального кризиса, когда человек заглянул в бездну и ужаснулся, как у Хайдеггера. То есть что значит экзистенциальная проблематика? Три основных вопроса. Когда человек осознает свою смертность как реальную и близкую свою смерть? Вторая – это утрата смысла в жизни, то есть смысла образования. И третья – это отношения, это одиночество. То есть жизнь, как бы, дает смыслы, его отношения и его смерть, которая очень близка и одиночество. Поэтому высокой достоверностью прогнозе суицидального риска что будет являться? Это одинокие люди, это разведенные, это вдовцы. И в популяции, и в онкологии рост суицидов, не попыток, а завершенных суицидов, происходит в пожилом возрасте. Потому как временная перспектива и так сопрощается в пожилом возрасте, а здесь она ограничена очень жестко. Поэтому пожилой возраст, одиночество и утрата смысла. Утрата смысла образования. То есть отсутствие, по сути, антисуицидального барьера. Я понимаю, в практике онколога невозможно каждого пациента тестировать. Тестов много. То есть на возможность суицидального риска. Но пожилой возраст и одиночество, наличие тревоги и депрессии, опять же, тестов существует немало. Медсестра может заполнить с ними тесты с легким подсчетом допустим там по больной шкале. Но обычно хороший доктор он интуитивно чувствует, что здесь риск высок. Локализация тоже имеет значение. Это как раз таки голова шеи, это полуректальный рак, это рак мочевыводящей системы. то есть здесь возникает как бы и это первый год наблюдения. Вот первый год после сообщения диагноза. Потом суицидальный риск будет уменьшаться. Он появится, как правило, усилится, вторая волна суицидального риска примерно через пять лет. Примерно через пять лет, потому что это либо рецидивы, либо усталость от жизни. Когда мы беседуем с экологическим больным, мы говорим вы будете жить столько, сколько вы захотите, пока в месяц. И поэтому мы формируем, что мы можем сделать? Сформировать анти суицидальный долье. Помимо этого, естественно, что может быть таким обременением? Это и суицидом такого отрицательного баланса. Суицид отрицательного баланса. Суицид избегания у них еще более горького участия. Второе это суициды отрицательного баланса. Когда человек подводит итоги своей жизни и понимает, а если там депрессия, тревога направлена в будущее, а депрессия направлена в прошлое. И прошлое представляется как цепь неудач, ошибок, как совершенно бездарно прожитую жизнь. Когда человек не готов к диалогу со своей жизнью. И когда у него нет ресурсных воспоминаний. Тяжелое детство тоже является в психологическом плане неблагоприятным фактором. Если вы знаете, вообще суицидо опасный комплекс. Тяжелое детство в психологическом отношении нет такого ресурса. Невозможность проявить агрессию, жесткий запрет на агрессию. И тогда появляется то, что в англоязычной литературе обозначается как поворот гнева на себе. То есть когда деструктивные, аутодеструктивные тенденции направлены на себя, то есть это аутодеструктивное поведение или поведение суицидальное в разные моменты. Таким образом мы понимаем, что выявить определенные проблемы, прежде всего на первичном этапе тревоги, депрессии, личностных особенностей сдержанные люди более склонны, потому что импульсивные, понимаете, у них отреагирована агрессия, и суицида может не возникнуть. понимание о чем говорить с пациентом на каждой стадии по кюблеру. Знаете, когда у человека уже принятие, ему неинтересно, какой у него уровень лейкоцитов или куда, допустим, где у него нефостазированы. Он уже как бы у него другие. А вот дать надежду на стадии депрессии, погасив изначально гнев, действительно, есть специальные методики. Вот это наша задача. Это и будет самой качественной профилактикой суицидального поведения. Формирование антисуицидального барьера. Это внешний ресурс, семья естественный, друзья. Это планы на будущее. Когда у человека есть некая программа на будущее, в этом случае он будет жить на одной воле. Вне зависимости даже от локализации и степени дифференцированности клеток. Все вы онкологи прекрасно знаете, что есть люди, которые доживают. Сын должен закончить школу. Недавно я рассматривала случай. Умерла после последнего звонка мамы. Ждем рождения внучки. Должен попрощаться со всеми родственниками. То есть между травмой и надеждой сообщения диагноза. работа естественно психологов, психотерапевтов, есть другие разные форумы и группы поддержки с экзистенциальной проблематикой, с умением научения пациента каким-то собладающим стратегиями. пациент психотерапевтов. Редактор субтитров